Получается, что мы сейчас собираем? Мешки для мусора, которые будем перебирать, вывозить. Иногда там и 100 пакетов, иногда по 300, по 400 вывозить. А запах там вообще ужас, когда мы зайдем. Бывает ужас. На потолок обои все в кусочках мозга, часть мозга просто на полу лежит. Начали линолеум снимать, под ним прям опарыши по всему линолеум. Женщина была в инвалидной коляске, свечка упала, она не смогла потушить это все. И, в общем-то, выгорела вся квартира и, естественно, вместе с ней. Привет, я Саша, и чистота не мой конек. Мне точно нужно научиться чистоплотности. А у кого? Конечно же, у клинеров. Посмотрю за тем, как они работают, повдохновляюсь. Может, в итоге и стану чуточку опрятнее. Получается, не каждый сможет прийти и этим заниматься. Как вы это? Подготовка нужна какая-то особая? Не то, что подготовка. Это уже как физиологический человек. Если может, он как бы нормально перенесет. Если нет, то это уже никак не воспитать, не научиться. В случае после смерти холодильник долго простоял. В морозилке все долго портилось, гнило и тухло. И вот там я не смог находиться, даже в респираторе. Я противогаз одевал. Начиналось все, в принципе, достаточно банально. То есть с химчистки. Потом полный цикл классического клининга. Потом мы добавили ЧП направления. То есть это пожары, трупы. Там своя химия, свои нюансы. Там есть дезинфекция, помещение, которое надо делать. Потому что после любого трупа быстро трупный яд образуется, которым нельзя дышать. Надо правильно знать, как быстро его убрать, чтобы он последствий для здоровья никому не навредил. Ни собственнику помещения, ни клинерам нашим же в том числе. Наверное, ничего. В принципе, за эти года так вот прям, не знаю, что ты ночью просыпаешься в холодном поту и такой думаешь, вот что вообще, что с этим миром не так. Нет, такого нет. Наверное, самое яркое впечатление, это было просто заход на первый объект. Это во всех комнатах такое, да? Ну, она, слава богу, на комнатной. Да, да. Там, если еще в унитаз заглянуть, будет совсем весело и в раковину. Что скажешь про квартиру? Как оцениваешь состояние? Не очень захламленное, не очень грязное. Бывало, и все хуже, и страшнее намного. Здесь довольно-таки чисто. Вот, твердая поверхность, островок. Ныряешь? Эх, а если бы я купил билеты на авиасейлс, то нырял бы сейчас в океан. Ну, здесь, единственное, объем большой, потому что надо пересматривать все книги, которые относятся к библиотеке, оставлять. Надо библиотечные книги вернуть в библиотеку? Да. Ого. Плюс еще в книгах может быть документы, золото и деньги. Деньги оставляем тебе? Нет, конечно. Все отдельно откладываем, и золото, и документы. Все складывается отдельно, а потом клиенту отдается. А кто тут жил, вы знаете? Бабушка, наверное, да? Да. Причем, как сказали, интеллигентная. Пожилые люди, что-то у них в голове происходит, они начинают просто носить домой все подряд, и это естественный запах, антисанитария, и соседи постоянно от этого страдают. То есть ты дверь входную открываешь, а там просто по поясу все завалено. То есть бывали случаи тоже, что у нас менеджеры ребята по-пластунски проходили, потому что вообще непонятно, что там дальше. Нет страха, что сейчас тут где-нибудь ножичек какой-нибудь ржавый завалялся? Для этого все проинструктированы, чтобы вот такого не было. Все берется аккуратно, сверху где-то, чтобы вот так прям резкие движения, никаких, ну, в таких помещениях нельзя, потому что что угодно может быть. Если не соблюдать правила безопасности, можно очень много проблем получить именно по здоровью. Мы, например, приходим на после трупа, да, и технология не соблюдена, и клиниры будут дышать трупным ядом, это плохо. После наркоманов там вот эти иглы, да, там могут быть, и разные болезни могут быть, они же все равно там не особо за гигиеной следят. В любом случае сотрудникам это важно, и безопасность тоже важна, поэтому всегда любой объект с этого и начинается, чтобы обеспечить им условия безопасно для работы на этом объекте. Ну, вот это страшно. Портал какой-то. Да, поверьте мне, бывает, все намного хуже. Вот, здесь просто грязь канализации. Потому что есть квартиры, где абсолютно все несут люди с помойки. Вот просто мусорка, все несут. Банки, бутылки, стекла, технику какую-то непонятную, разломную, гнилье, все что угодно. Бабушка была с такой квартирой, у нее забилась канализация, она в туалет ходила прямо в посередине комнаты. Весь этот мусор, вот это мусор по колено, и вот она прям там. И вот тараканы везде, абсолютно везде. Вот куда бы вы ни взглянули, возьмете бумажку, все там, тьма. Я вот иду по книгам спокойно-спокойно, а когда нога начинает утопать, у меня паника небольшая начинается. Я не знаю, что там на дне. О! О! Я чуть ногу поднял, и все. Кто-нибудь здесь под книг вылезет, как сапнет сюда. Когда мы это направление начинали, у меня тоже был мандраж. То есть я когда заходил, я не понимал, к чему готовиться. И ты стоишь, волнуешься, ты думаешь, а вдруг там то, а вдруг то, а там запах, а то, а сё. Когда ты заходишь, вот этот трупный запах, он как бы был очень такой неприятный. И даже на оценку объекта, даже если ты заходишь, например, в противогазе, или ещё в чём-то, то ты всё равно его ощущаешь даже по выходу с объекта. Например, у нас там переодеваются, когда заходят на объект, потому что одежда, она очень быстро этим запахом пропитывается. Но всё равно, когда ты выходишь из помещения и даже переодеваешься в свою одежду, вот этот запах, который остаточный, он всё равно, ты его ощущаешь. Вот с чем ещё приходилось сталкиваться из какого-то жёсткого? После смерти. Не очень простые такие объекты, потому что, как я говорил, не каждый это справился, и психологически, и физически это убирать. Это органы ветра и выводились, это скорая. Никто это не забирает. Был вот один из случаев, один из самых запоминающих. Это после смерти 8 месяцев человек лежал в квартире. Естественно, там всё прогнило, стекало это все, отходы, всё это текло. Пол. Вот мы эту квартиру чистили 3 дня. Пострадала ещё соседка снизу, у неё ползали опарыши, она вызывала специальную станцию, ей всё обработали, сказали, всё, больше ничего не будет. Она говорит, а вы причины не хотите узнать? Так нет, мы свою работу сделали, и всё. До свидания. Был случай, мужчина ставит ружьё в рот и как бы выстрелил. Естественно, потолок, обои, все в кусочках мозга, часть мозга просто на полу лежит, и, в общем-то, зрелище тоже такое, не для слабонервных. Ну и плюс, естественно, сама атмосфера, она как бы... Ну, то есть, человек, когда, видимо, созрел на такой шаг, да, у него как-то, не знаю, мировосприятие уже меняется, то есть, даже сама атмосфера в квартире, как бы, ну, чувствуется прям такое гнетение. Там как бы даже, даже опытным клинирам немножко не по себе стало, скажем так. С пожарами тоже случаи достаточно такие бывают, не очень хорошие, наверное, не очень красивые, потому что тоже был случай, что женщина была в инвалидной коляске, и что-то там она со свечкой делала, в итоге у нее свечка упала, она не смогла потушить это все, и, в общем-то, выгорела вся квартира, и, естественно, вместе с ней. Бывали случаи, что вроде все нормально, клинер готов, и там ему по закону подлости достается такой какой-то не очень красивый объект, и он может там сказать, о ней я как бы не вытяну. Нет, да, это все нормально. Это все еще старше. Вот в воскресенье были на пожаре, да? Да. Клинер не поддал. А что там дало? Ну, отмывать. Все, я просто черный, как не белый. Ты давно работаешь в команде. С Антошкой тут, второй вот день всего лишь, представь, я нигде не спрашивал, говорю, как подработка, у тебя можно звонить? Кому буква едет, за такую книгу, не знаю, 900 рублей, вы тысячу точно бы запросили. Я зашел, как-то этот, лежит автобиография, этого, актера, как голливудского, в интерсталинике снимал сейчас. Знаешь? Макконакхи? Макконакхи, да. Сколько князь стоит? 500 рублей автобиография. Мне кажется, вот это поинтереснее было. Главное, чтобы человек был, наверное, ответственный, потому что, если он, тяп-ляп, делает свою работу, но мы с ним не сработаемся точно. Поэтому, стрессоустойчивость, ответственность, пунктуальность, ну и, наверное, как сказать, не сколочность, что ли. Ну, чтобы он не был каким-то таким негативным, заводилый, да, что вот, а почему там я это делаю, почему там то, то есть, ну, люди должны понимать, что они приезжают на работу, и как бы там разные случаи возникают. Это вот только на это можно целый день потратить. Какой день? Два. Перебирайтесь все же, вот смотрите, как же, библиотека встала, или нет? Смотри, блин. Нет, эта женщина сглупит, если она выбрать. Блин, мне просто жалко с самогоу такие. Я просто цены знаю, в буквоедах, сколько стоит литература. Вот это уже, блин, косаря 2,5, ну, какое, если не 5, ну, и первая супруга, она еще там и живет, так нормально еще. Она еще лишнюю копейку, я даже и не знал, ложила в книги и забывала даже про это. Короче, мы эти книги все отдали, стенку, то есть кому-то там на дачу, и потом мы просто привезли денег. Бальку спрашивала, она говорит, да, говорит, да, что-то было, говорит, она даже не помнила, что она ложила. надо женщинам, надо у них есть такое, где-то шкири все считают, на черный день. Императорский фарфоровый завод, представь тебе, фарфоровый завод, не кухарный макрый, даже есть фильм с этим, с Самойлем Джипсоном, чистенький, посмотри, модуль и оноподольная работа. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У тебя бывало так в квартире? Так? Да. Мне бывало хуже. Почему решили заниматься именно клинингом? Что вот привело? Ну, я вот этого какое-то удовольствие получаю, да, то есть сначала это просто интересно было попробовать клининг, просто я сам по себе люблю чистоту, люблю порядок, там у меня дома всегда должно быть все чисто и на своих местах, ну, просто это, наверное, не знаю, особенность мировосприятия для меня. И поэтому думаю, попробую как клининг, ну, такую услугу, да, предоставлять. В процессе уже работы, когда ты приезжаешь, ты видишь, что квартира там в печальном состоянии, там грязь, не знаю, пыль, какие-то разводы, жировые потеки и так далее, так далее, ну, невкусный запах в квартире. И когда ты потом сдаешь уже чистое помещение, там, без запаха, без вот всей этой грязи, ну, это какое-то своеобразное удовольствие, наверное, по крайней мере, вот на первых парах это прям классно драйверило, что как будто вот этот результат было, стало и видишь, и ты прям горд собой, что вот вы спасли, спасли эту локацию, спасли эту квартиру. Оно до сих пор такое же удовольствие, потому что у нас есть там фотоотчеты, когда ты там проскролливаешь, да, смотришь вот эти все фотографии, ты прям, ну, горжусь своими ребятами, молодцы. Ребята работают быстро и качественно. Это вдохновляет. Попробую и я разобраться со своим бардаком. Все? Ага.